Здравствуйте! Раньше мы с вами говорили о том, что жизнь похожа на узкий коридор, ведущий от роддома к кладбищу. Что по обе стороны есть двери, которые ведут к изменению условий на этом пути. Сердце мудрого на правую сторону, сердце глупого на левую, как написано в Экклезиаста. Итак, слева двери, ведущие к ухудшению условий, удаляющие от Бога. Справа двери, которые приближают к Богу и улучшают условия прохождения этого пути. Мы выучили, что большинство людей по этому коридору жизни, опираясь на одну из стенок. И на какую из них зависит от положения сердца человеку. Обычно благодарные люди держатся правой стороны, которая ведет к Богу. И недовольные, и те люди, которые возмущаются, неблагодарные, придерживаются левой стороны. И такие возможности у них появляются. И о каждой такой двери Писание говорит, что, во-первых, нужно работать над своим сердцем, чтобы изменились и появились вот эти возможности, чтобы их видеть и их использовать. В любом случае, в филиппийцам 4.4 написано, радуйтесь, всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Мы помним стих в 33-м псалме, 2-й стих. Благословлю Господа во всякое время. То есть, при любой двери я благословлю Господа. Хвала Ему непрестанно в устах моих. А вот такое повеление исходит из Торы. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. Внутри нас есть разные силы, которые склоняют нас то в одну сторону, то в другую сторону. И по этому поводу есть такая история. Вы представляете себе человека, который живет такими мыслями, такими понятиями. И вот о таком человеке у нас будет сейчас история. Значит, учитель так и пояснил, что толкование, если мы должны любить Бога всеми нашими силами, это значит, что что бы ни происходило в нашей жизни, нужно принимать от Бога с радостью, любя. И ученики подходят к учителю, ну послушай, вот если мы, если я нашел тысячу шекелей, так что я должен радоваться. А вот если я потерял тысячу шекелей, то я должен радоваться так же сильно, как и то, как будто я потерял, как будто я нашел эту тысячу шекелей. Вот что-то вот здесь вот непонятно. Я же не могу испытывать такую же радость, и когда радую, и когда нашел, и когда потерял. И Равин ответил, знаете, что мне сложно ответить на ваш вопрос, но лучше на этот вопрос ответить вот такой-то Равин, вот из такого-то поселка. Ученикам было интересно, у них была нужда, и они действительно отправились в этот район, увидели, что этот район очень отсталым в развитии, там все запущено. Они дошли до этой деревни, которая действительно отличается своей бедностью из всего отсталого района. И им указали дом этого Равина, который был на окраине этой деревни, и он такой был полуразрушенный, с протекающей крышей, с полуразваленным забором. И они спросили этого Равина, сказали, он работает в поле, скоро вернется. И когда они ждут, они увидели, что дети бедно одеты, и все неприглядно, все запланили. И говорят, да, мы теперь понимаем, почему наш Равин послал нас именно к этому Равину, чтобы он нам ответил на вопрос, как это так? Чувствовать Бога, благодарить Бога за то, что он посылает плохие вещи, и также его благодарить, что он посылает неудачи в жизни. И Равин возвращается с поля, и они ему объяснили свой вопрос. И Равин им отвечает, знаете что, к сожалению, я вам помочь не могу. Я не могу ответить на ваш вопрос. Они спрашивают, почему? Он говорит, дело в том, что Бог в мою жизнь никогда не посылал плохих ситуаций. То есть, весь смысл, то, что приходит от Бога, это все, всякое даяние доброе, исходящее от Отца Светов, оно доброе и благое. Вот такие понятия, вот такие смыслы. Есть в иудаизме, это Писание нас тоже этому учит. Давайте мы поговорим, когда человек оказывается у какой-то двери для изменения его жизненной ситуации. И вот здесь, вот именно в двери происходит его выбор. Принять это предложение, не принять. Войти в дверь или не входить в эту дверь. Немножко, вы знаете, вот эта тема свободного выбора в христианстве, она обросла немножко непониманием. Для меня, во всяком случае, я выяснил, что он, раз Братердалский написал статью «Свобода воли», и в ответ ему Лютер написал статью о рабстве воли, и у них получилось такое противостояние, и немножко каша, и я вот в этом споре не разобрался. Но пока я искал ответ на этот вопрос, я проглотил мысль о том, что... Во-первых, что такое выбор? Скажем так, когда мы выбираем между тем фантой и голой, что выпить, мы не выбираем пить или не пить. Мы выбираем, на самом деле назовем это не выбором, а предпочтением. Вот чисто в рамках нашей передачи, вот это предпочтение. Все то, что люди называют выбором в рамках коридора, то, что не касается дверей, это все предпочтение. Это никак не влияет на человеческую жизнь и судьбу. Но когда человек появляется, у него возможность, дверь, и вот здесь он что-то выбирает, вот это Библия называет выбором. Выбор в библейском понимании связан с равновесием. То есть, у тебя есть такой вариант, и у тебя есть такой вариант. И оба они тебе кажутся приемлемыми и нормальными. Была проведена активная рекламная кампания, чтобы твое желание дошло до уровня противоположного, чтобы выбор был на равном уровне, равный баланс. Вот в таком положении, в таком понятии человек делает выбор достаточно редко в течение своей жизни. Когда затрагивается все его знания, все его эмоции, его моральные принципы, они действительно задействованы, касаются и меняются. И вот такого качества выбор, он награждается или, скажем так, воздается по заслугам. Вот это вот усилие, оно награждается или осуждается. И вот такой выбор, он дается тяжело и запоминается на всю жизнь. Вот то, что происходит у нас автоматически, то, о чем мы не помним, это не важно для вечности. Ну вот, скажем, неделю назад вы выбирали, какую программу посмотреть по телевизору. Вы помните этот выбор? Нет. Значит, в вечности это не важно. Вы можете назвать то, что точно, что вы ели месяц назад? Нет. То, что происходит автоматически на автопилоте, это не касается судьбы, чувств, эмоций. Эти дела, эти выборы не идут в вечность. Это все предпочтение. Если вы, допустим, решили посвятить молитве там на 10 минут больше, чем вчера, то вам на следующий день нужно об этом помнить, усиливать. И да, это усилие, оно пойдет дальше с вами в вечность. И теперь о свободе выбора. Классический текст из римлянам 9 главы, с 16 стиха. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют, ибо кто противостоит его воле? А ты, кто человек, что споришь с Богом? И сделай, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Посмотрите, в этот момент идет, в этом месте Павел рассуждает о свободной воле и задает сам себе возможные противоречия. Вот если Бог сам ожесточает сердце фараона, тогда как он может еще и осуждать фараона за то, что сам ожесточил его сердце? Да, вот такое происходит, вот такой конфликт. И в этот момент Павел переходит с темы разговора на личность оппонента. Он говорит, кто ты такой, что споришь с Богом? Он не дает ответ. В таких случаях, почему он вдруг перешел с темы на оппонента? Потому что в притчах написано, что не давай глупому ответ так, чтобы он считал себя мудрым, но дай глупому ответ по глупости его, чтобы он понял свою глупость. Поэтому Павел ушел от темы, потому что вопрос глупый. Я для себя подумал, я не стесняюсь называть себя глупым, но мне интересно таки получить на это ответ, почему и как у Бога. И я для себя что-то нашел, и я этим попробую с вами поделиться. Что с историей с фараоном? Талмуд рассказывает, что в конце дней, когда всем будет открыта реальность духовного мира, все будут плакать. Праведники от умиления, они увидят злое начало размером с гору, которую они покорили. А злодеи от отчаяния, что увидят злое начало высотой в волосину, которую они не смогли переступить. Как же так? Так, ответ в точке выбора. Если человек выбирает подняться, приблизиться к Богу, хоть и на волосинку только, высота волосинки, умноженная на все решения в жизни, составит высоту горной вершины. Вся пропасть и отчаяние злодеи является результатом того, что он не поднялся всего лишь на волосинку. Ведь мог же он отказаться только от первой сигареты, только от первой рюмки, только от первого порносайта. И вся жизнь сложилась бы иначе. Вот этот вопрос. Человек выбирает, и если он поднимается в своей точке выбора, то его выбор становится выше. Он опять выбирает. Это значит, что точка выбора смещается, и поэтому на какой бы высоте, куда бы вы ни поднялись, там обязательно тоже есть точка выбора, которая может вас... в неправильно принятом решении вы можете упасть. Первый коринфянам 10-12, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И если на любой высоте есть точка выбора, где вы можете и подняться, и упасть, значит, и в глубине, там у них в отрицательном, человек, как бы много ни нагрешил, у него всегда есть возможность покаяться и обратиться к Богу. И да, так и написано Римлянам 5-20. Когда умножился грех, стало преизобиловать и благодать. В любом омуте греха есть благодать, чтобы подняться и восстановиться. Я не могу это доказать, но в жизни это работает. И если вы понимаете вот этот вот свободный выбор, что он должен быть равновесным, тогда мы давайте опустимся в Египет и вернемся к фараону. Моисей приходит к фараону и предлагает ему отпустить евреев. В этот момент фараон выбирает, у него своя свободная воля, и он их выбирает не отпустить. Моисей идет и делает казнь. И вот этот вот цикл происходит сколько? Девять раз. И вот в этих случаях после каждой казни написано, что Бог... В некоторых случаях написано Бог ожесточил сердце фараона, в других случаях написано Фараон ожесточил свое сердце. Что происходит при этом случае? Когда происходит явное чудо, те казни, которые были в Египте, явное проявление Бога, даже волхвы сказали, это рука Божья. Понимаете, когда Бог себя проявляет, у человека не остается выбора, он должен принять только правильное решение. Бог есть, Бог хочет вот этого, и никакой альтернативы не существует. Реальность нашего мира заключается в том, что в этом мире, конкретно, вы знаете, что Бог есть везде, да, но вот в этом мире, в котором мы с вами живем, есть обман, что мы можем подумать, что альтернатива существует. Вот этот обман, вот этот материальный мир, он специально сделан для того, чтобы мы подумали, что альтернатива существует. И когда в этом мире Бог проявляется через чудо, чаша весов перевешена, у Фараона нет свободного выбора. Он может только принять волю Божью. Для того, чтобы у него был свободный выбор, Бог ожесточает его сердце. На вот эту меру, чтобы выбор он мог сделать свободным. Просто мы с вами варимся в такой каше, совсем другой, чем Фараон. У нас нет чудес, мы не видим Бога, мы думаем, что вот эта материальная реальность, это все, что есть. И поэтому хотим, чтобы Бог проявился. Мы находимся немножко в другой тарелке, чем Фараон. Вот это такой ответ я нашел насчет Фараона. Ну что ж, разве не удивительно, что Павел без тени сомнения связывает причину своих сложных обстоятельств с духовным прорывом? 2 Коринфянам 12,7 «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». То есть, Павел говорит о том, что есть какая-то альтернатива, чтобы он был в балансе. У Павла есть духовные прорывы, но для этого и есть сильное духовное противостояние ангел сатаны, что бы это ни было. И Павел говорит, да, именно в немощи я силен. Вот немощь в жизни Павла, она была равновесим для его духовных прорывов, чтобы он не потерял свою награду. Потому что какая награда, Бог сказал, человек сделал, и это ему ничего не стоило. Поэтому давайте стараться быть верными в том, что нам уже открыто помнить, соблюдать и выполнять принятые стандарты без отговорок на настроение и отсутствие вдохновения. Я знаю, что большее время молитвы кажется, что слова не идут выше потолка. Я знаю, что чтение Библии часто напоминает поиск иголки в стоге сена. Да, к богослужению можно привыкнуть. Да, переключить разговор с неверующим на Евангелие это риск испортить хорошее отношение. Но все это надо продолжать делать даже без откровений, вдохновений и вопреки чувствам. Много спрашивать с тех, кому много дано. Так лучше я постараюсь быть верным своей маленькой вере с горчичное зерно. Бог награждает не за результат, а за наши старания. Будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин